Каждый ребенок рождается божеством, а потом опускается до человека. Симона Дебуар. Меня зовут Екатерина Землянова и это проект Живые Души, где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшней встречи – исцеление внутреннего ребенка. Кто такой внутренний ребенок? Какие травмы он несет в нашу взрослую жизнь? Сегодня мы обсудим с Динарой Малановой, практикующим психологом, автором и ведущим тренинга «К себе с любовью». Здравствуйте, Динара! Доброе утро! Рада вас сегодня видеть. И прежде чем мы начнем углубляться в тему про внутреннего ребенка, хочется вообще разобраться с термином, потому что термин кажется, что популярный, но такое чувство, что каждый в это словосочетание что-то свое вкладывает. Что такое внутренний ребенок или кто такой? Внутренний ребенок – термин появился благодаря Карлу Густаву Юнгу. И подразумевает, это часть психики, которая хранит весь детский опыт. Все, что происходило – чувства, события, эмоции, переживания ребенка. И это называется внутренний ребенок. В личности каждого взрослого человека есть его детская часть. Проще говоря, в каждом взрослом есть он маленький. А как можно прикоснуться к этому? То есть это звучит как идея, что вот есть детский опыт. Есть ли какой-то способ ощутить, прямо почувствовать, что действительно внутренний ребенок у меня есть? Ну, на самом деле, мы его чувствуем постоянно, просто не осознаем. Простые примеры из практики. Например, мой клиент рассказывает, как он едет на работу в машине, и на радиоволне звучит песня из его детства. И он вспоминает, что ему было 16 лет, когда он ее любил, и в это время у него потекли слезы. Он плачет, вспоминает, а затем он начинает рыдать. И понятное дело, что это не он взрослый плачет. Это плачет тот 16-летний подросток, у которого в это время происходили важные события. Ну, и, естественно, в процессе терапии выяснилось, что это была несчастная первая любовь. И просто звуки и ноты вызывают эти эмоции у его внутреннего ребенка. У меня, мне кажется, такое про запахи. Бывает какой-то запах такой прям с детства. То есть, о, там бабушкины печеньки, там просто что-то. Вот. Иногда внутренний ребенок очень коварно появляется, и люди тоже не осознают. Например, руководитель может сделать замечание на работе, а человек весь день может ходить об этом думать, переживать, плакать, и даже в порыве гнева написать заявление на увольнение. На самом деле тоже он понимает, что событие несоизмеримо с той болью, и это реакция его внутреннего ребенка на замечания. Вероятнее всего, ему делали замечания педагоги, родители и так далее. То есть, его травмированная часть. Просто человек не осознает, но этот внутренний ребенок каждую минуту он дает о себе знать, если туда что-то попадает, и он отзывается. Ну, вот этот внутренний ребенок, он больше про комплекс каких-то травмирующих действительно историй? Или там есть какая-то сила еще? Потому что мы заявляли тем, как исцеление внутреннего ребенка, да? А вот помимо того, что его исцелять, что там еще есть? Очень хороший вопрос. На самом деле, ребенок изначально, когда появляется на свет, он радостный, счастливый, свободный. Юнг его называл божественный ребенок. Это про свет, это про радость. К сожалению, жизненные события вносят свои коррективы, и ребенок, адаптируясь к жизни, да, становится вот адаптивным, травмированным. Конечно, в идеале, я, к сожалению, не встречала, да, у меня свой контингент клиентов. В идеале, конечно, тот ребенок, который родился, тот ребенок и продолжает жить. Но так не бывает, поэтому мы говорим об исцелении. Это исцеление тех травм, которые были на его жизненном пути. А вот хочется поговорить о родителях, да, то есть о воспитании. Потому что я так поздравляю, что большая часть травм, она из семьи идет. Вот, исходя из вашего опыта, родители, какие вот, ну, там, типичные, возможно, да? То есть родители хотят добра, воспитывают, а у человека травма. Ну, тут есть первый момент, да, о котором говорят все психологи. Если вы хотите воспитать здорового ребенка, вы, пожалуйста, его не критикуйте, чаще хвалите, поддерживайте его способности, таланты. И все об этом знают. То есть это такие популярные рекомендации. Но если смотреть глубже, то самое важное, что родитель должен сделать, исцелить своего внутреннего ребенка. Потому что, общаясь со своими детьми, между мной взрослой и моим ребенком стоит мой внутренний ребенок. И вот если он травмирован, никакого толку не будет от воспитания. Будет транслироваться та же рана, условно, да, и усугубляться, как из поколения в поколение передается та же история, да, про там неуверенность и так далее. То есть вот начинать надо с себя. Счастливый родитель, радостный родитель может воспитать счастливого, радостного ребенка. По-другому не бывает. Ну, а можем мы какие-то, прямо, знаете, ну, как это называется, красные флажки расставить, да, для родителей, что, ну, как бы, если вдруг, допустим, нет возможности исцелить своего внутреннего ребенка и воспитывать из другой позиции его, ну, просто вот есть какие-то красные флажки, которые, ну, вот этого точно лучше не надо. Ну, вот понятно, что там, допустим, физическое насилие, наверное, точно не надо. И, допустим, что-то, что-то, что-то. Критиковать, сравнивать, проявлять равнодушие, да, но надо понимать, что у ребенка есть базовые потребности. Потребность любви и безопасности. Вот, в принципе, наверное, это два основных и флажка, да, то есть все поведение должно выстраиваться, чтобы у вашего ребенка удовлетворялась потребность любви, он понимал, что его любят, он получал необходимую порцию внимания, и он должен жить в безопасной среде. То есть никто не должен ругаться, драться, да, там, и прочие истории, которые причиняют ему чувство беспокойства, и он должен чувствовать себя безопасно в среде, в которой растет. Вот, если родители обеспечивают, то вероятность того, что он будет здоровым, выше. Хочется понять, как вот, допустим, влияет вот этот все-таки внутренний ребенок на уже взрослого, да, вот, допустим, потребность безопасности и потребность любви. Если, там, в детстве, да, была нарушена потребность безопасности на взрослом, это как скажется, да, ну, то есть какие последствия? А взрослый человек чаще всего будет испытывать страх и тревогу, потому что это у него в базе, да, в эмоциональной детской палитре сохранилось, и он будет бояться перемен, он будет бояться выступлений публичных, он, как правило, не будет расти по карьерной лестнице, потому что это тоже страх. То есть его жизнь будет вот сопряжена с чувством страха и тревоги. А если любви, получается, не хватило? А если не хватило любви, то это вариация. Я всю жизнь буду заслуживать любовь, я буду послушной и покладистой, я буду угождать, я буду действовать в интересах другого. Часто вот клиенты приходят с этим, не могу отстаивать свою позицию. То есть, допустим, получение любви, да, и вот эта вот история заслуживания любви, недополученной в детстве. Может быть, другая немного история. Человек думает, раз я это не получил, вы мне все должны, я буду требовать. То есть это такой в чистом виде эгоизм, такая манера поведения. То есть вот либо одна крайность иногда сочетается. Один и тот же человек может в какой-то период времени и заслуживать, а в какой-то период времени требовать эту любовь. Хотела еще спросить про… Есть же разные концепции внутреннего ребенка, и одна из концепций есть про то, что внутренних ребенков три. Вот, адаптивный, да, творческий и бунтующий. Как вам вот эта история про бунтующих и про адаптивных, и про творческих? Ну, на самом деле, эта популярная теория, она имеет место быть. Многие другие теории базируются на эту. Вот, ну, здесь важно понимать, это все терминология. Мы можем это называть разными словами. Суть заключается в том, что когда ребенок появляется, он радостный и счастливый. Затем травмы, он адаптируется. И вот эта вот часть называется адаптивная, да, в классической психологии. Мы ее также можем назвать травмированная часть, да, потому что адаптируется же на что-то, на травму. Ну, а бунтующая часть – это тоже часть, которая там не согласна с тем, что там транслируется. И внутренний ребенок не пытается адаптироваться, а пытается противостоять и бунтовать. Ну, в принципе, все логично, оно так и происходит. То есть, компенсация своего рода такая. Ну, прежде чем мы затронем тему исцеления внутреннего ребенка, и что какие способы есть, как это все бывает, хочется разобраться вообще в целесообразности исцеления, потому что вот как доктора там все, там, как-то сделать операцию, все везде поправить, все отрезать, все как бы исправить. А вот насколько на самом деле целесообразно исцелять внутреннего ребенка, потому что все травмы наши делают нас уникальными в каком-то смысле, да, и какая-то сила за ними стоит. Вот эта компенсация же тоже мощь какая-то, да, там, не знаю. Тебе там критиковали, а ты стал таким устойчивым к этой критике, что это же супер, это же ресурс. То есть нужно ли все-таки исцелять, и как понять, в каких случаях время? Да, такой большой-большой вопрос, объемный, начну с самого начала, да. Почему ребенка надо исцелять? Потому что он является базой и основой личности, и от его состояния зависит успех всей жизни. То есть если ребенок несчастливый, если он в детстве чувствовался ненужным, нелюбимым, или вот у него там безопасность была неудовлетворена, он по жизни так идет, и я не думаю, что кому-то это очень нравится. То есть изначально для того, чтобы стать радостным, счастливым и свободным, исцеление необходимо. А про опыты часто творческие клиенты мои, которые приходят, они говорят, вот эта боль, эти страдания, они позволяют мне вдохновляться и творить, да, как же я без этого? Я здесь отвечаю, да, это выбор, свободный выбор каждого. Хочешь страдать – страдай, хочешь там радоваться – радуйся. Выглядит это чаще всего как защита. Я туда не хочу, там больно, поэтому, может быть, мне и не надо исцеляться, может быть, это моя индивидуальность и особенность, да, вот это один момент. А потом изначально нас, мы вообще в этот мир пришли для чего? Разные ходят мнения. Ну, в основном для того, чтобы прожить счастливую жизнь, наполненную смыслом. Прожить счастливую жизнь с травмированным ребенком нельзя. То есть совсем-то было никак? Ну, а как? Он будет все равно страдать. Поэтому я за исцеление другого варианта не вижу. Вот этот вот внутренний ребенок, творческий, свободный, спонтанный, наверное, да. Есть такой, ну, как бы, психолог, я думаю, что вы все его знаете, Лобковский. У него есть целая книга, там, посвященная его философии. И, собственно, она, ну, как я понимаю, обращается в первую очередь к какому-то нему ребенку. Типа, делай, что хочешь, не делай, что не хочешь. Это же, это проект, правильно ты понимаешь? Да. И у меня вопрос, как же отличить свободного внутреннего ребенка от, ну, некоторого инфантилизма. Потому что вот делай, что хочешь, не делай, что не хочешь в каком-то максимальном воплощении, мне кажется, это про это. Вот, ну, я хотела сказать о том, что популярная психология, она, конечно, очень интересная. Ну, она бесполезная. И она отчасти вредная. Вот, если мы говорим про вот эту концепцию, делай, что хочешь, здесь надо понимать, что истинное желание и понять, что ты хочешь, можно только вот при здоровом внутреннем ребенке. Когда есть контакт, и он говорит, если он травмированный, а вы прочитали книжку и решили, что надо вот так вот себя вести, то это не будет свободой, и это не будет вашим истинным желанием. Скорее всего, это будет компенсация комплексов. Вот, ну, простой пример, да, вот я люблю примеры. Приходит ко мне клиент и говорит, я очень хочу крутую тачку премиум-класса купить в салоне. Я говорю, очень уважаю твое мнение, иди купи. Зачем тебе это надо? А вот девчонки любят кататься на дорогих красивых машинах. Я вот вижу у других, у меня нет девчонки только потому, что машины нет. Действительно. Идет, покупает машину, возвращается. Не сделала она его радостным и счастливым. Почему? Потому что у него потребность-то не в машине, а в отношениях, опять в любви и в заботе. Ему нужен надежный партнер. Но он этого не понимая, будет покупать машины, будет покупать там еще... Это не про то, что машины покупать вредно, и это не истинное желание. Кто-то, может, действительно этого хочет. Но чаще всего люди не проработанные условно, не знающие состояние своего внутреннего ребенка, будут делать и исполнять свои хотелки, но это будет компенсация их комплексов. Ну, это вот про марафоны желаний туда же, в ту же степь, да. Если вдруг совпало, и человек, заполняя там эти упражнения, действительно соприкоснулся с внутренним ребенком, почувствовал истинное свое желание, да, это сработает. Но чаще всего люди, не проработав проблемы, начиная все эти техники, как бы кормят этого черного волка, да? Да, отлично. Ну, а все-таки, если мы говорим об инфантилизме, то есть инфантилизм это тоже как-то связано с внутренним ребенком, с этой темой, с этой концепцией? Это очень похоже на защитный механизм. Ну, например, была какая-то травма, а критиковали за неудачу. И психика придумала, а я вообще ничего не буду делать, для того, чтобы не попасть в такую ситуацию. То есть вот этот инфантилизм может быть следствием, как защитная реакция на полученную травму. Или, может быть, отчасти бунтом, да, тоже тем же этим. Да, да. Ну, это такой тихий бунт, но это вот протестная реакция. Давайте поговорим про исцеление, собственно. С чего вообще начинается исцеление внутреннего ребенка? И какие есть способы и варианты в современном мире психологии? Какие ваши, может, любимые? В первую очередь, конечно, начинается все со встречи с клиентом и с его запросом. А что его реально волнует и беспокоит, да? Из этого составляется палитра тех эмоций и чувств, которые ему мешают в жизни сейчас. Вот. Затем выясняется, когда эти эмоции были получены, да? Желательно, конечно, в такой последовательности вернуться к самому началу. Угу. А бывает такое, что человек не помнит? Вот. Чаще всего люди, травмированные в детстве, детство не помнят вообще. И тогда на помощь приходят различные проективные методы, метафорические карты, когда можно обойти, да, все эти защиты и все-таки попасть в то место, где все это зарождалось. Вот тоже, думаю, может, зрителям будет на примере, на конкретном понятней. У меня была клиентка, которая говорит, у меня великолепное детство, у меня не было травм, да, тут еще важный момент, когда мы говорим про травмы, у многих существует такое мнение, что это вот побои, там, изнасилование, какая-то жесть ужасная. Травмой может быть просто игнорирование, травмой может быть нежелание с ребенком говорить, да, то есть это вызывает эмоциональный отклик. Вот, ну, мнение клиентки, детство замечательное, мама хорошая, любящая бабушка, вообще блинчики каждый день пекла, все было классно. Вот, ну, при этом она ко мне пришла, потому что у нее не выстраиваются отношения с противоположным полом, то есть партнеры меняются, истории все заканчиваются очень печально. расставанием, там, измены, предательством, болью. И когда мы говорим, и явно у нее все хорошо, и она даже ничего не помнит, что могло бы вызвать травму, я предложила ей колоду метафорических карт. Колода так и называется «Исцеление внутреннего ребенка», и там фрагменты детства разные. Она просматривает и находит картинку, девочка маленькая наряжает елку. И она говорит, ой, какая прелесть, а я же верила в Деда Мороза до 10 лет. Я же, когда научилась писать, ему письма писала. Ой, это трогательно. Вот, и начинает плакать. Я говорю, а что такое? Она говорит, а я Деда Мороза просила, чтобы он вернул мне папу. Когда мне было 5 лет, родители развелись, и после этого я его никогда не встречала и не видела. И я просила об этом. И, естественно, у нее эмоциональный отклик. Понятно, какая боль, с чем связана. Она говорит, я все время думала, он меня не любит, я какая-то плохая, со мной что-то не так, что он ушел из семьи и больше не вернулся. Я попросила взять ручку, листочек, и левой рукой, она правша, написать это письмо. Письмо, да, это я уже, да, про как работать. Письмо этой маленькой девочке. Вот когда она его писала, там, дорогой Дед Мороз, естественно, уже случилась практически истерика. И она четко вспомнила все эти эмоции, все эти чувства сама. Вот. И эти эмоции и чувства повторяются у нее в отношениях. Поэтому... То есть каждый партнер становится, как папа, бросает. Да. Да. Потому что в детстве записался этот жизненный сценарий, который основывался на тех детских переживаниях, и только изменив его, можно изменить жизнь клиентки. То есть вот так она, да, разными способами эта встреча с внутренним ребенком происходит, и разные варианты работы. Еще какие? То есть обозначить свои чувства, найти время, когда что-то случилось, что-то сделало больно, и войти в контакт с этим внутренним ребенком каким-то способом, да? Какие еще есть способы вот выйти на связь? Вот письмо, это достаточно часто распространенные различные виды письменных техник. Еще я использую техники, когда я прошу просто представить эту маленькую девочку, например, сидящую рядом на стуле. Или иногда для некоторых клиентов я предлагаю закрыть глаза, настроиться и представить, что эта маленькая девочка у вас на руках, да, ну или мальчик. Вот. И предлагаю клиентам составить диалог. Иногда они делают это сами, чаще я им помогаю. И начинается он со слов «ты замечательная девочка», «ты хорошая девочка», «с тобой все так», «я тебя вижу», «я знаю, что ты чувствуешь», «потому что я – это ты», «сейчас я большая» и пришла тебя поддержать. Вот. И эту психотравмирующую историю уже переписываем с новым ресурсом, это новым жизненным опытом. То есть как будто бы из будущего себя? Да. И здесь важно, в этот момент сам клиент становится для себя заботливым родителем. Вот. Важно, потому что родители уже могли уйти, родители никогда не дадут того, чего уже не дали. И ждать этого нет смысла. И тем более ждать это от партнеров, которые должны тебе типа это что-то дать за твоих родителей. И единственный способ – это самому стать себе заботливым родителем и дать любовь, внимание и поддержку. Да. Как говорится, в психологии не важно, что с тобой сделали, важно, что ты сделал с тем, что с тобой сделали. И еще важный есть момент. Вот мы сегодня про популярную психологию поговорили. Часто ко мне приходят клиенты, которые уже прочитали много книг, уже везде были, все слушали. И их работа по исцелению внутреннего ребенка сводилась к тому, чтобы найти виноватого, сказать, это все детство, и это все моя мама или мой папа, которого не было, и переложить туда ответственность. А я считаю, что это губительная история, не рабочая, потому что ребенок у тебя и так травмированный, а ты еще добавил чувства обиды и кого-то захотел обвинить, в общем, это не работает. И я так не делаю и никому не советую. И когда мне приходят клиенты, говорят, а я там слышала или там была у психолога, он сказал, сходи к маме и выскажи ей все. Я такая думаю, батюшки, что, что вообще творится, да, это давайте еще бедную маму будем травмировать, потому что наши родители не идеальные люди. И чаще всего они транслировали собственные тоже травмы, и им никто не помогал их лечить. И я часто говорю, это не их вина, это их беда. Вот, и это бессмысленно сейчас их в этом обвинять. Единственное, что ты можешь сделать, да, это исцелить тебя сам и потом помочь своим детям, которые у тебя будут уже воспитываться в счастливой семье. А вот это интересный вопрос, как вот собственное родительство, да, вот я со своими родителями ребенком, с багажом становлюсь родителем теперь самым, настоящим. Как это влияет на вот внутреннего ребенка? Что происходит, когда ты уже сам становишься родителем, самым настоящим? Когда ты сам становишься родителем, тогда вот этот ребенок, он как бы еще сильнее активизируется, потому что с ребенком вот мы общаемся из этого эгосостояния, и вот наш внутренний ребенок, он как бы между нами, да, он вот все это контролирует. Вот, и, ну, это очень важно, потому что если все хорошо, тогда и отношения складываются замечательно. Часто мы видим, когда отношения между мамой и ребенком не складываются. Ребенок маму напрягает, раздражает, злит, капризничает, там, орет и так далее, да. Ну, это, в принципе, как раз про мамину ответственность за то, что у нее что-то там не так. Это вопрос вообще не к ребенку. Вот, поэтому наше родительство возлагает на нас дополнительную ответственность. За собственное психическое здоровье. За свое, да, и следствие за здоровье своих детей. Скажите, я вижу, что вы книжки принесли, какие-то, которые можно порекомендовать. Да, есть книжки, есть книжки иностранных авторов, у них такие имена, сейчас я их прочитаю. Джофф Грэхам, «Как стать родителем самому себе». Вот, в принципе, это то, о чем мы сейчас говорили, да, «Стань родителем самому себе из цели ребенка». То есть «Стать родителем как этап исцеления». Следующая книжка, они, знаете, как сговорились, очень похожая. Автор – Йен Чжен. Книга называется «Стань себе родителем, как исцелить внутреннего ребенка и по-настоящему полюбить себя». Вот, и есть еще один автор – Стефани Шталь. Называется книга «Ребенок в тебе должен обрести дом». Вот, все книги написаны профессиональными авторами-психологами. Все книги предназначены для широкого округа. То есть это не профессиональная литература, а для клиентов. И во всех книгах есть упражнения, что замечательно, их можно выполнять. Самостоятельно. Да, самостоятельно. Это про иностранных авторов. И есть автор мой любимый, наш российский. Это Евгения Погодина. Такая книжка «Исцеление внутреннего ребенка». Она не только наш российский автор, она еще наша землячка. Она из Томска. Она работала в Томском государственном университете. И сейчас она живет и работает в Санкт-Петербурге, продолжает собирать группы. И группы у нее тематические. Так и называется «Исцеление внутреннего ребенка». И кроме книги у нее есть вот такая рабочая тетрадь «Встречи с внутренним ребенком». Здесь прям упражнение за упражнением, которое можно выполнять. Я так и не рискнула писать в книге. Мне прям жалко, да. Но она вот прям вся такая расчерченная, очень удобная в употреблении. Поэтому для первого знакомства, для зрителей, которые хотели бы попробовать, это будет замечательная книга. И ее можно купить, она есть в продаже. Вот будучи уже сейчас специалистом, ну настолько глубоко знающим тему внутреннего ребенка, как вы можете, как сказать, рассказать о своем опыте собственного исцеления? Потому что я думаю, что у каждого психолога, наверное, это как бы база, да? Прежде чем идти к людям работать, тоже как родитель должен с своим внутренним ребенком разобраться. Какой был ваш путь в исцелении? Мой путь к исцелению начинался с обучения. Я очень много обучаюсь, и там всегда авторитетные преподаватели. И всегда занятия чередуются теория с практикой, где есть возможность все это отработать и пережить на собственном опыте. И еще, конечно, замечательно в нашей профессии, когда я работаю с клиентом и помогаю ему. Через него я помогаю себе тоже. То есть этот процесс исцеления, он не прекращается, потому что что-то вспоминается, да, вот этот живой обмен, он тоже для меня является очень целительным. Кстати, это очень интересная мысль о том, что исцеление у него ребенка – это не результат, а это процесс, который может длиться очень-очень долго. Расскажите, может быть, есть какие-то фильмы, которые можно посмотреть каждому для того, чтобы пойти в контакт со своим ребенком? Есть замечательные фильмы, которые я очень люблю и рекомендую своим клиентам. Один фильм называется «Малыш». В главной роли Брюс Виллис. Это про встречу с внутренним ребенком. Очень милый и очень добрый фильм. Диснеевский он, по-моему. Да, Диснеевский фильм. Он даже с детьми, в принципе, посмотрел. Да, и есть еще один фильм, французский фильм. В главной роли великолепная Софи Марсо. Фильм называется «Большая, маленькая я». Рекомендую к просмотру. Так здорово, что есть фильм один для мужской аудитории, другой для девочек. Ну, в принципе, и тот, и другой все смотрят с большим удовольствием. Какие еще ресурсы открываются, когда исцеляется внутренний ребенок? Понятно, что, да, становится там замешание с самим собой лучше, со спитанием детей лучше. Что еще открывает? Какие пространства, какие возможности, контакт с внутренним ребенком? В первую очередь, мои клиенты говорят о том, что в их жизнь возвращается радость. То есть до этого ничего не радовало, да. Вообще возвращается желание жить. Если раньше была апатия, не знаю, чего хочу и ничего не радует, то здесь человек начинает радоваться всему. Солнцу, ветру, находить внутреннюю радость. И это улучшает качество жизни. Это отмечают практически сразу в начале терапии многие. А затем еще открывается такое тоже для нас, для психологов, понятное явление, как внутренняя интуиция. Люди говорят о том, что они начинают что-то чувствовать, предчувствовать, видеть, понимать. И их интуиция их не обманывает. То есть если до этого она их обманывала, да, там, иди туда, а там все было плохо, то теперь человек как бы живет в согласии с собой, и его внутренний голос ему, ну и можно сказать, внутренний ребенок, ему подсказывает верное решение. И люди говорят о том, что вот интуиция, она как бы проявляется. И это тоже влияет на качество жизни. Супер, радость интуиция. А если бы можно было, вот, ну у меня есть подозрение, что большинство наших зрителей не прочитают ни одной книжки, из которой мы порекомендовали, хотя кто-то что-то да прочитает. Ну вот если бы можно было порекомендовать только одну какую-то практику, самостоятельную, для контакта и исцеления внутреннего ребенка, что бы это была за практика? Ну, это самое первое, одно из самых первых упражнений. Я предлагаю найти свою детскую фотографию, та, которая отзовется и на которую захочется смотреть, посмотреть на нее и спросить, а что я чувствую, когда вижу себя маленьким? А затем спросить, а что чувствует он маленький? О чем мечтал? С какими игрушками играл? Иногда это упражнение уже вызывает эмоциональный отклик и много что рассказывает человеку о себе. Вот, и затем можно в телесную историю включить, да? Это представить, что ты этот маленький ребенок и походить по комнате походкой этого ребенка. Вот, когда включается тело, тогда работа более глубинная. А затем для самых продвинутых, кто почувствует, да, энергию и захочет продолжить работу, я предлагаю написать письмо этому маленькому ребенку. Вот, и для этого правша может взять карандаш или ручку в левую руку и корявым детским почерком своему внутреннему ребенку написать послание и где-то написать о том, что вот я знаю, что ты чувствуешь, я знаю, каким было твое детство. Давай знакомиться, я тебя знаю. И вот, и это самая первая и важная работа по знакомству. Ну и затем можно с фотографиями продолжать работать, смотреть. Многие любят смотреть фотографии. А если люди говорят, я вообще прям, упаси бог, не хочу этого делать, это тоже сигнал, да, это уже тоже как диагностика. Значит, там много детских переживаний может вспомниться, и человек не хочет к этому возвращаться. Тогда уже будут метафорические карты, картинки других детей, которые будут напоминать отчасти себя. Да, но потихонечку все равно можно найти инструмент, чтобы помочь человеку войти в этот диалог и познакомиться со своим внутренним ребенком. Здорово. Спасибо большое за этот глубокий, классный, теплый разговор. Хочется верить, что после него счастливых внутренних детей станет гораздо-гораздо больше. А следующая наша тема – панические атаки. Поговорим о том, как можно потерять контроль над своим страхом и над своей тревожностью, и как из этого выбираться. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok